Вот так вот на дворе, видимо, 60-е апреля, 60-е февраля точнее, а на самом деле 1-е апреля, Санкт-Петербург, вот такая погода у нас в северной столице состоится и проходит, и арбитр дает стартовый свисток. Ну вот уже и прейтинг Зенита мы видим, посмотрите, как активные игроки сине-бело-голубых, они доводят эту атаку до удара, и продолжается еще один удар, и приходится работать галкиперу Чертану, именно он достает этот удар, и Кирилл Лисицын, его перехватом Чертану в центре поля, и контратветом, посмотрите, уже в штрафной соперника удар, и Алексей Петров, в очереди обступать в игру, и продолжает Чертанова атаковать, выход 1 на 1, фактически сейчас было, и Алексей Петров у петербургского Зенита. Никак не дают футболисты про турнирную таблицу рассказать, еще одна атака, и опять Петров, мяч рядом, проходит с воротами петербургской команды, это Виктор Солопов пробил сейчас давление, и Зениту трудно выходить со своей половины поля, продолжается эта атака, Чертанова прострел в штрафную, второй темп, есть у москвичей, еще один прострел, еще один вынос, и все-таки гол, все-таки гол, вот такое активное начало, которое приносит успех. Виктор Солопов оказывается первым на подборе в штрафной петербургского Зенита, и уже ничего не может поделать Алексей Петров, уратарь команды, и справедливо он предъявляет претензии сейчас своим партнерам, ну потому что фактически просили они игрока Чертанова в штрафной, и Солопов без проблем здесь коснулся мяча. Еще в 18 играх, три из них, правда, с 11-метровой, на втором месте Рослав Соснихин, 17, он представляет Краснодар, и на третьем Александр Бекетов, еще один удар, и... Опасно, опять как дают бить из пределов, из-за пределов штрафной на сей раз, первого игрока Чертанова. И продолжает футболисты в белой форме атаковать, еще раз, ну полное преимущество гостей на старте этой игры, еще один удар, рядом с дальним углом проходит мяч сейчас, как опасно, а... Фактически каждый, даже и больше. Ну по угловым, вот превосходство Зенита, все их исполняет Матвей Горбуноб, с разворота удар, и... Мяч влетает в ворота, вот она классическая реализация стандарта. Матвей Иванов сравнивает счет на 16-й минуте этой встречи, 1-1. Зенит достаточно быстро возвращается в игру с разворота, удар, и штрафной дали пробить Иванову, поздравляет его. Продолжается вновь, Борисов уходит за пределы поля, то есть Чертанова сейчас десятером, а Зенит атакует. Получив вот такое неожиданное большинство, уж не знаю, сколько оно продлится. И гол! С острого угла, представляете? Да, эта игра, конечно, пока полна парадоксов. Вот такое тотальное преимущество Чертанова, когда команда соперника просто не уходит с твоей половины поля, создает эпизод за эпизодом, и при этом ты в двух атаках подряд забиваешь голы. Тем временем еще один угловой. Подача пошла в штрафную. Выше ворот удар. Алексею Петрову не пришлось здесь в игру обступать, хотя неприятно, опять же, потому... Но без нарушения Зенит остается с мячом. Удар в ближний угол, мимо ворот. Такое тоже бывает. В Казани не было готово поля, но сейчас не об этом. Сейчас об атаке Чертанова. Ух, Петрову пришлось вновь вступать в игру. Виктор Солопов на острие был. Штрафной соперника. Ижев в Санкт-Петербурге, но это уже была полноценная домашняя игра, была обыграна. Нагарди Сакирко опять забил, то есть получается, что для Сакирко это третий подряд забитый мяч. Но сейчас нет положения вне игры, так что уже не был бы засчитан этот гол. Из апсайда Матвей Иванов наносил основного времени и ничего даже не стал добавлять Эльбер Бенгачев к этим уже сыгранным сорока. Вместо одиннадцатого... На одиннадцатый номер выходит вместо девятого. Вместо Георгия Борисова. А Зенит атакует тем временем и... Едва не забивает третий мяч на старте второго тайма. Петербургская команда. Но... Желтую карточку получает. Там набегали игроки Зенита. Так что пенальти безусловны. И желтая карточка тоже. Удар! Зенит выходит вперед. Плюс два. В этой встрече очень важный мяч. Арсений Суглобов на старте второго тайма. Без вариантов он реализовал этот одиннадцатиметровый для Кирилла Лисицына. И как и первая половина второй тайм сразу же становится сверхсобытий. Дмитрий Лапшин и Денис Кузьмичев. Два свежих футболиста. Вот девятнадцатый номер как раз у штрафной Зенита. А! Чертановый Туани возвращается тут же в игру на тот самый минус один, от которого только что Зенит у Чертанова с восемнадцатью забитыми мячами. Так вот, Пузанов он под номером два. В этом списке бомбардиров. Еще один удар! Ух! Сколько можно самим отдавать мяч? Это со скамейки Зенита сейчас Игорь Лебедев говорит. Но Зенит атакует тем временем, словно услышим своего тренера. И какой похожий гол Сакирка забивает. Похожий гол на тот, который он уже забил в первом тайме. На сей раз фланг был противоположный, да? Не правый, как это в первом тайме было, а левый фланг. Но по исполнению похожий. И забил точно, попав в дальний угол у Гордея. Два мяча забиток в сегодняшней встрече. Еще одна атака Зенита. И пять-один становится счет. Пять-один становится счет. Вот Зенит только дуплетами стреляет в этой встрече. В первом тайме с разницей в одну минуту. Во втором тайме также с разницей в одну минуту. Ярослав Кашевич на сей раз с правого угла штрафной этот точный удар нанесет. Но опять мяч пошел в дальний угол. И можно понять возмущение Даниила Козлова. Слишком легко Зенит эти мячи забивает. Пять-один петербуржцы в выездном матче. Сегодня вот буквально уже через 45 минут эта игра в Москве начнется. Ну а пока Зенит в атаке. На линии 11-метровой. Посмотрите, здесь уже ни в чем себе не отказывают петербуржцы. Арсений Суглобов. Какой красивый гол он забивает. У него тоже дубль сегодня. Вслед за точным ударом с 11-метровой. Эффектный дриблинг штрафной соперника, который приводит ко второму его забитому мячу. И к шестому забитому мячу. Вот такая ситуация в турнире UFL 3. В процессе очередной игровой день. И еще один гол мы увидели. Здесь продолжают мячи на любой вкус исполнять петербуржцы. Да, здесь радости просто нет предела. Ну потому что есть что отпраздновать. Во-первых, гол получился эффектно в исполнении Николая Кассерика. Ну то есть Зенит продолжает борьбу за тройку. Седьмой угловой для Чертанова. Посмотрите сколько угловых было в первом тайме у Зенита. И подряд теперь угловой у Чертанова. И он приносит второй забитый мяч. Московской команде 7-2. Становится счет, как будто мы на хоккей, а не на футболе. В некоторых матчах плей-оп КХЛ меньше шайб забрасывается, чем в сегодняшнем матче забито. Вот давайте смотреть этот эпизод. Ну здесь уже тоже начали, можно сказать, защита Зенита. Потому что 4 чуна, еще одна желтая карточка. И это все. Даже решил арбитр ничего не добавлять. Потому что все в этой игре понятно. Больше футболистов мучить не стоит. Желтую карточку получил Данил Пузанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok